В первых числах сентября погода нас немного напугала, напомнив о том, что в очередной раз наступила осень, а батареи в наших квартирах до сих пор остаются холодными. Но сегодня температура воздуха застыла на отметке 18 градусов, и в ближайшие 6-7 дней это значение не сильно изменится. Даже в ночное время в районе 7-8 градусов выше нуля. Следовательно, с точки зрения закона никаких предпосылок для начала отопительного сезона просто нет. Хотя в социальных учреждениях батареи и начали прогреваться, в домах они холодные. В администрации города говорят о готовности перми к отопительному сезону. Теплоэнергетики в свою очередь уверяют, что не все дома получили паспорта готовности. И связано это в первую очередь с большой задолженностью управляющих организаций за поставленное тепло в прошлый период. Постановление вышло, поэтому каждая ресурсоснабжающая организация, она обязана подчиняться тому постановлению, которое вышло. Я не знаю, я не готова комментировать цифры, которые выдает ПСК. Возможно, она опирается на какие-то свои внутренние регламентные документы, но это уже их право. В топ-листе антирейтинга энергетиков на 1 августа значится 7 управляющих компаний перми. Суммарно они обслуживают 843 дома, а это практически шестая часть всех многоквартирных домов города. И до конца неизвестно, сколько из них успели подготовить к зиме. Но тепло в любом случае будет, говорят в администрации. Споры хозсубъектов – это не проблема жителей. Подача теплоносителя будет, но вопрос с долгами все равно будет решаться, возможно, судебным порядком. Но существует и другая проблема – раскопки, порывы на сетях и другие коммунальные ЧП локального масштаба. Завтра утром в рубрике ЖКХ расскажем, куда звонить в таких случаях и поможем с выбором обогревателя. Лишней эта информация уж точно не будет.